Эксперты разрешили реконструировать гостиницу туристов. Подписаны все необходимые документы. Сейчас в здании начались внутренние работы, отделка фасада стеклянными панелями. Сегодня на площадке побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который ознакомился с ходом работы. Контроль был жесткий, мы выполнили ваше поручение и начали вот уже работы на объекте. Мы видели, что мы его сняли 3000 панелей и облегчили это здание. Пока проект реконструкции согласовывали, со здания снимали облицовку и вот такие вот балконы. Это тяжелые, мощные железобетонные блоки. Их сняли все. В итоге конструкция стала легче на 3000 тонн. Сейчас фасад облицовывают легкими стеклянными панелями. Их старый каркас точно выдержит. Подсчитали, выдержит каркас и пять дополнительных этажей. Здание будет высотой 75 метров. Под гостиницей сделают двухэтажную подземную парковку. В вестибюлях лифты, в стеклянных галереях. Предусмотрен здесь и большой зал для конференции. Для постояльцев сделают 210 номеров. Средний номер примерно 6 на 6 метров. В нем санузел и маленькая мини-кухня. Такой стандарт гостиницы, который у нас еще не очень сильно распространен, но он востребован. Сейчас приезжие зачастую не идут в гостиницы, а снимают квартиры. По мнению авторов проекта, новый апарт-отель на Маркса подойдет им как нельзя лучше. Возле гостиницы создадут большой и красивый сквер. Для этого в здание туриста перенесут один из выходов метро. Это первый серьезный шаг по благоустройству площади Маркса к молодежному чемпионату мира по хоккею. Многие потенциальные инвесторы зашевелились после того, как этот объект начал показывать, что он движется, что он приобретает законченные формы. Поэтому сегодня поступает предложение и мы намереваемся в рамках той концепции, которую мы видим по площади Маркса, с инвесторами, с потенциальными работать, чтобы причесать и привести в порядок всю площадь Маркса. Гостиница «Турист» – самый известный долгострой Новосибирска. Здание начали собирать еще в 1968 году. Через 10 лет стройку остановили. Рабочие снова пришли на площадку только прошлой осенью. Реконструировать гостиницу и создать рядом сквер планируют к концу декабря 2022 года. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.